Знаете, в 2010 году я приехал в Украину, в Киев, для того, чтобы пройти ретрит с пастором Сандеем. I had programmed in the church all my life, yet I had never experienced anything like this. Вы знаете, мои родители являются пасторами. Всю свою жизнь я родился и был в церкви. Но никогда в жизни я не переживал ничего подобного тому, что я увидел в посольстве Божьем и на ретрите с пастором Сандеем. It was literally like spending three days inside пастор Сандеем's head. Эти три дня ретрита для меня казалось, как будто я три дня прожил в голове пастора Сандеем. It answered the questions and really gave me my heart's greatest desire. Этот ретрит, он ответил на все мои вопросы, и я получил все желания своего сердца. It's so transformed my life. Upon my return home to Canada, we started a history makers train in Canada. И этот ретрит с пастором Сандеем настолько сильно преобразовал мою жизнь, что когда я вернулся домой в Канаду, я начал проводить такие же ретриты у себя в церкви. I wondered how... Amen! Amen! I wondered how something like this could work in Canada, because I thought most people would be afraid of it. We live in such a comfort-based culture in Canada. You know, in Canada, we live in such a comfort-based culture in Canada. We don't like it if the services go beyond one or two hours. But when we held our first history makers training, we were amazed that we sold all the seats. To нам уже это не комфортно. Но когда мы приехали на первый ретрит с пастором Сандеем, я увидел, что все места были заняты, ведь зал был просто забит участниками. И когда мы начали проводить такие ретриты у себя дома, к моему удивлению, наш зал был тоже забит. Amen! Since 2010, we have had over 100 graduates of history makers training. С 2010 года наши ретриты в Канаде прошли уже более 100 человек. And the church has been turned upside down, and now it is spreading. The word is spreading throughout the country. И вы знаете, в нашей церкви просто произошла реформация. И теперь это слух о ретритах, он идет по всей Канаде. I want to tell you about a young lady named Аиша. Я бы хотела рассказать вам об одной участнице, молодая девушка по имени Аиша. After history makers training, she started a social program that takes killer families who one or more spouse has been incarcerated in prison. Prior to HMT, she was doing nothing with her christianity. Знаете, до того, как она попала на ретрит, она вообще никоим образом не показывала то, что она была христианкой. Ее жизнь никак не отражала Христа. But now, glory to God, she is changing the nation. Но теперь, слава Богу, она просит менять нашу страну. Она произвели реформацию в стране. I also want to tell you about Natalie Carter, who was also a graduate of History Makers Canada. Еще хочу рассказать им об одном выпускнике, Рикардо, который тоже прошел ретрит. After history makers training, she started a program called Little Mr. and Miss. Ага, это Рикардо, девушка. И после ретрита она начала особый проект, который назывался Mr. and Miss. The program is designed to teach children etiquette and manners and the values of the kingdom of God. И этот проект был посвящен детям, для того, чтобы уже с детства возвращать маленьких мистеров, джентльменов, и маленьких мисс, девушек, чтобы потом они уже своей жизнью несли достойно ценности царства. Ага, это Рикардо. И в течение 10 лет она планирует достичь 10 тысяч детей через эту программу. И многие-многие выпускники наших ретрита начали собственные проекты.